Сегодня Беларусь вспоминает страшную трагедию времен Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад нацистами была сожжена хатынь. Смертный приговор мирному населению вынесли фашисты, которые не пощадили стариков, женщин и младенцев. В огне погибли 149 человек. В память о жертвах тех событий в мемориальном комплексе состоялся митинг-реквием. К вечному огню весь день люди несут цветы. Был возложен венок и от главы белорусского государства Александра Лукашенко, глава администрации президента Наталья Качанова зачитала от имени президента Беларуси обращение к соотечественникам по случаю 75-летия хатыньской трагедии. Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне. Говорим всем, пусть скорбный звон колколов хатыни звучит и предостерегает от повторения страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков земли, где сегодня забыли о том, что жизнь – это дар свыше. Мир – самая большая ценность. Мы должны это помнить всегда, отмечается в обращении. В ходе митинга-реквием также прозвучала всебелорусская молитва о мире, в которой приняли участие главы различных конфессий, представители власти и общественных объединений. Я была еще ребенком, я училась в школе, и мы приезжали сюда. Потом я приезжала сюда с родителями, и вот сюда, когда сегодня я приехала вновь, я в очередной раз сделала для себя очень важный вывод. Наверное, это чувствует каждый человек, который вновь приезжает сюда, и когда слышит звон этих колоколов, мы должны показывать это нашим детям, мы должны рассказывать это нашим внукам, мы должны это передавать из поколения в поколение. Хатынь – это от слова «хата». Хата – это что-то мирное сразу, теплое, очаг. И вот хотелось, когда мы создавали Хатынь, первое, что хотелось, чтобы сохранить вот это вот тепло, то есть уйти от помпезности, сохранить вот этот камерный масштаб. Также к 75-летию трагедии состоялась церемония гашения специального конверта. На нем размещено изображение скульптуры «Непокоренные мемориальных элементов кладбища деревеньсти» на памяти обелисков с колоколами.